Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях директор детской школы искусств номер 3 Инна Николаевна Соколова. И участница, ученица, я так понимаю, лауреат, как сказала Инна Николаевна, звездочка ДШ номер 3, ДШ номер 3, Дарья Посларь. Вы у нас были уже в эфире, прошло какое-то время. Дарья, что изменилось? Вы стали очередным раз лауреатом? Ну, да. На самом деле, с того раза изменилось очень многое. Я больше полюбила свой инструмент, начала больше заниматься. У меня поменялось отношение ко всем конкурсам и к своим выступлениям. Вы просто стали взрослым. А какой инструмент? Напомните всем нашим телевизорам? Баян. Баян. Так. И вы почувствовали себя по-другому. Да, более увереннее на сцене. Я поучаствовала во многих конкурсах и в больших проектах. То есть вот в прошлый год прям подарил много впечатлений. То есть 22-й для вас был таким успешным с точки зрения музыкальной карьеры. Да. Инна Николаевна, а какие, собственно говоря, конкурсы? То есть вот у вас, я так вижу, есть какая-то специальная шпаргалка, там очень много всего. Понятно, что они разные. Но какие бы вы выделили? В основном Дарья участвовала в московских областных конкурсах, которые как раз учитываются в рейтинг школ. То есть это плюсик вам идет в карму? Да. Ну, во-первых, они достаточно сложные, эти областные конкурсы. Даже порой некоторые конкурсы сложнее, чем международные или всероссийские. То есть там идет очень такой отбор. Вот. Поэтому Дашенька вот в прошлом году участвовала в 21-м конкурсе. Ну, это и областные, и международные, и межзональные. Ну, сильные очень конкурсы. Еще хочу сказать, что Даша 14 лет. Всего? Да, всего 14 лет. Баян, наверное, весит больше нее. Но она уже попадает по конкурсам в старшую группу. Где-то до 14 и порой до 17 лет. И вот если сравнить 14 лет и хрупкую Дашу, и 17-летнего подростка, мальчика, молодого человека, тут как бы силы физические очень неравны. Ну, с другой стороны, для жюри хорошо, да, Дарья? Потому что когда будут стоять вокруг вот такие вот юноши, да, а вы здесь такая хрупкая, и как бы сразу, ну, я уже не знаю, такая на вашей стороне всегда, правда, выступают? Или все-таки конкурсы довольно... Ну, не всегда. Вот скажите, как проходят эти конкурсы? Почему? Потому что все дети замечательные, все талантливые, все школы искусств тоже стараются показать, что у нас лучше, чем у кого-либо. Как проходят эти соревнования музыкальные? Ну, на самом деле, в прошлом году действительно было легче, потому что мне было 13 лет в первом полугодии, и поэтому я попадала как самая старшая в своей группе. А сейчас я самая маленькая. Маленькая маленькая. И в основном группа 14-16 лет. То есть я уже, когда приезжаю на конкурс, я вижу остальных участников, и я понимаю, что на самом деле шансы, ну, неравные силы. Ну, Аня, не думаешь, что, девочка, что ты здесь делаешь маленькая? Да, ты, наверное, ошиблась. Нет, наверное. А вот скажите, когда вы там, вы же как-то выходите, общаетесь, понятно, что детская соревновательность, она, наверное, более, скажем так, жесткая, что ли, чем уже взрослая, потому что аж хочется победить. У вас там общение какое-то происходит, или вы все друг против друга там настроены? Нет, ну я знаю нескольких участников, которые постоянно со мной на протяжении многих лет уже со мной в одних конкурсах. А так я мало с кем общаюсь на самом деле. Ну, то есть музыканты есть музыканты, да? Да, конкуренция все-таки есть. Понятно. Но там еще к определенному времени же тоже определенные группы приезжают к определенному времени, потому что конкурс длится порой 2-3 дня, и естественно... Понятно, что конкурс, есть три варианта конкурса. Первый, ну, я так понимаю, когда школа кого-то прям выпихивает, говорит, участвуй в конкурсе. Второй вариант, это когда папа с мамой, бабушка с дедушкой очень хотят, чтобы ребенок выступил. И самый важный, третий момент, когда сам ребенок хочет участвовать, может быть, даже и никто на него не рассчитывает, а то у него есть такое желание. Дарья, вот вы сами хотели участвовать, или все вместе, что я перечислил? Ну, скорее всего, все вместе. Вообще, когда я поступала на этот инструмент учиться, я не думала, что буду участвовать в конкурсах. То есть на себя как бы, да? Да, и когда меня уже начали в этом продвигать, мне начало нравиться. Азарт, азарт. Да, и на самом деле я же разъезжаю по некоторым городам, и уже интересно все это увидеть. Ну, я наверняка в прошлый раз спрашивалась, почему вы именно выбрали вот такой инструмент, там, не скрипка, не рояль и так далее. Но я так понимаю, что вы же совсем еще маленькая, хотя вы говорите, что вот когда 16 лет, а тут два года пролетит. Ну, два года – это разница большая. Ну, хотя он пролетит очень быстро. Да, да, да. А нет ли желания еще какой-то инструмент пробовать? Потому что, ну, насколько я понимаю, многие музыканты, которые уже становятся более-менее профессиональными, они стараются освоить еще какие-то инструменты. Или пока вы только с одним договорились? Пока только с одним. Пока с одним. Инна Николаевна, скажите, пожалуйста, что там у вас в школе сейчас происходит? А в том смысле, что все-таки 22-й год отшумел, новогодние праздники отбудили, наверняка вы тоже там какую-то программу делали, а сейчас у нас 23-й. И понятно, что многие телезрители сейчас находятся еще в таком постновогоднем состоянии, я имею в виду, и родители, опять же, и бабушки, и сами дети. Но, тем не менее, мы приглашаем сюда в студию, в том числе и вас, и ваших коллег, чтобы рассказали о программах. Что вы ожидаете в этом году, в 2023-м? И, может быть, какие-то у вас новые направления? Или озвучьте, какие уже есть? Да. Ну, во-первых, 22-й год для нас тоже стал очень таким творческим прорывом, можно сказать. Мы в рейтинге школ в Московской области попали на 12-е место. То есть это достаточно высокое, в зеленую зону вошли. Вот. В этом году немножко были другие критерии, нежели в прошлом году. Я считаю, очень грамотно сделали. Если, допустим, какая-то школа с другой школы набирает одинаковое количество баллов, они попадают на одинаковое место. То есть это, я считаю, как бы справедливо и очень хорошо. И вот наша школа заняла 12-е место. Также 12-е место заняли еще, по-моему, две или три школы из других округов в Московской области. То есть все по-честному. Ну да. Вот. То есть большая роль тоже играла очень конкурсы, московские областные конкурсы большую роль сыграли. Ну и также вообще активность педагогов, учащихся и, собственно говоря, администрации тоже. Потому что организовать и поездки в конкурсы, это тоже время. Ну да, тут и финансовое, и бытовое составляющее. И нам очень помогает комитет по культуре и автобусами обеспечивает, то есть поездки, например, групповые детей куда-то. То есть мы, это финансовая часть, это не касается нас. Это очень большая поддержка. Потому что дорога, транспорт сейчас достаточно дорого стоят. Ну а какие-то новые направления планируете в этом году открывать? Да. Вот мы в прошлом году открыли новое направление, это класс гармонии. И мы сейчас, с 15 апреля начнёт заново набор детей в первый класс. И вот мы активно сейчас детей будем набирать именно на класс гармонии. Не Баяна, а гармонии. Да, то есть во второй части к нам придёт специалист. Да, и на гармонии к нам идут девчонки как раз. Гармония немножко полегче. Она как бы физически, то есть там она чуть-чуть попроще. Ну, это не умаляет её как бы данные вообще как бы гармонии. Ну вот давайте мы во второй части поговорим, тем более что у нас будет отдельный, у нас будет сегодня и звучать гармонь будет, да? Да, я надеюсь, наш преподаватель собирает. Да, попытаемся, по крайней мере, вам в прямом эфире показать, чему можно научить ребёнка. Но возвращаемся к Даре. Даша, скажите, я тогда в прошлый раз у вас спрашивал по поводу того, как вы с инструментом договариваетесь. Вот он уже стал послушным или пока ещё как-то так иногда против вас играет, нет? Послушным. Послушным, да? То есть всё делает так, как вы считаете. Да, он ещё вырос в размерах. Вырос в размерах, да. А скажите, вы как-то за ним ухаживаете? То есть я почему этот вопрос адресую? Потому что, опять же, для музыкантов, которые учатся в школе искусств, как бы тоже, наверное, на две составляющих жизнь делится. Это для тех, кто просто ходит, потому что так надо. А вторая – это те, которые потихонечку понимают, что это некий уже другой образ жизни. Вот как вы с инструментом сотрудничаете? Ну, инструмент уже становится моей второй частью. Так. То есть он ближе ко мне. Я уже понимаю, что он уже мой домашний питомец. Ага. Он меня слушается. Почти живой. Да, мы с ним взаимодействуем друг с другом. Он мне помогает, я ему помогаю. Ну, характер хороший. Можно договориться? Или бывает иногда? Можно договориться. Можно, да? Инга, такой еще вопрос. Всех родителей всегда интересует, конечно же, как, чему научат и так далее. Потому что, наверное, каждый папа и каждая мама считают, что их ребенок самый лучший в мире. Вот. Я имею в виду музыкальные способности. Ну, есть же, наверное, ярко выраженные, есть, может быть, скрытые. А есть, наверное, дети, у которых чуть меньше этих музыкальных способностей. Вот какова задача школы искусств, если хотят, ну, может быть, ребенок хочет сам играть, а вот уровень подготовки и, скажем, музыкальности разные, я так корректно скажу. Ну, естественно, конечно, не могут все дети, да, быть одинаково талантливы, допустим, по игре на баяне, да, или другой инструмент какой-то взять, или художественное мастерство. Вот. Поэтому, ну, наша задача выявить, да, выявить этот талант. И очень часто бывает, ребенок приходит на один инструмент, а через два года переходит на другой инструмент. И у него там начинает получаться гораздо лучше. Иногда физические данные какие-то, да, вот этому способствуют. Допустим, если баян, ну, вот Даша, она хоть хрупкая, но она сильная, да, а кому-то вот баян действительно физически тяжело, да, и мы переводим, допустим, на другой музыкальный инструмент. Там балалай, коли домбру. То есть она полегче, соответственно, да, может быть, чем-то физически и как-то попроще, но играть сложный, конечно, и на том, и на том, потому что нужно заниматься. Да, каждый инструмент в своей истории, да. Да, и очень мы постоянно просим тоже поддержку, чтобы была со стороны поддержка родителей, потому что ребенка нужно, как бы ребенок замечательно не играл, это все труд, это нужно сидеть и репетировать, нужно заниматься. Если даже у кого-то очень хорошо получается с первого раза, но он дома не занимается, то, понимаете, он остается на том же уровне, а если у кого-то способности менее, да, менее способны, допустим, ребенок, то есть менее выявлены, да, способности, но он занимается каждый день и на протяжении какого-то времени, то он выдает результаты очень хорошие, да. Хорошо. Даша, скажите, пожалуйста, ну вы уже как профессионал, вы, наверное, следите за вашими коллегами по этому инструменту, сейчас их довольно много показывают, неважно сейчас это гармонь, это, значит, аккордеон, баян или, ну, я уж не знаю, там гармошка самая такая маленькая, простая. Следите, вот что-то перенимаете для себя? Да, я... И брак, наверное, тоже видится. Нет. Я на самом деле в последнее время стала замечать за одним замечательным человеком, который продвигается в своем инструменте, он участвует во многих фондах и конкурсах, и это для меня как стимул, то есть я хочу тоже добиться чего-то большего. То есть есть шанс, что через какое-то время мы вас увидим уже на большой такой концертной площадке, тем более, что сегодня модно, то есть классические, ну, классические с точки зрения звучания инструмент плавно может заиграть где-нибудь на большом эстрадном концерте, на большом, может быть, джазовом и так далее. Сейчас больше стали уделять этого внимания, даже вот на телевидении, то есть если раньше как-то менее, мы видели народные инструменты на экране телевизора, то есть сейчас это очень... Такая универсализация, потому что если человек умеет играть... Да, это классно, это классно, потому что мы подстраиваемся под новое поколение, да, если, например, в классическом варианте там просто сеть сыграть на баяне, может, ребенку это будет не очень интересно, а если подключить какую-то аранжировку классную, да, как-то немножечко... Это не умаляет то, что классическое это должно быть, да, естественно, обучаем, классическое обучение у нас идет, это и гаммы, и аркеджио, то есть и классический репертуар, потому что конкурсы, естественно, конкурсы, да, конкурсы там все классика идет, то есть есть, конечно, конкурсы со свободной, так сказать, тематика. То есть обязательная программа? Обязательная программа должна быть, а все остальное уже идет сверху. Но если вы захотите, то вы можете уже сделать спецпрограмму, да? Ну, не знаю, можно попробовать, да. Попробуем, да, сольный концерт. Да, удивить полностью не только себя, да, саму, но и всех окружающих. Дарья Посларь, она была гостей нашей первой части сегодняшней программы. Директор детской школы искусств номер 3 Инна Николаевна Соколова остаётся у нас и на вторую часть, потому что к нам присоединится преподаватель. Как раз поговорим о преподавательском составе и, возможно, услышим звуки гармонии, скажем так. До встречи! Это программа «Открытый диалог». Мы продолжаем. Детская школа искусств номер 3, директора Николаевна Соколова. И сейчас нам приснился преподаватель Роман Александрович Мишин, который сразу же показал, как он имеет владеть инструментом. Как он правильно называется? Гармония. Всё время сейчас путаемся. Гармоника или как гармония, как гармония? Гармония. Просто гармония, да? В чём разница? Сразу же, напомните нам, между баяном и аккордеоном – это вечный вопрос. Что же баяном? Баяном и гармонии. Ну да, если между баяном и гармонии, то у баяна немного больше возможностей, больше рядов в левой и в правой руке. Гармония – более миниатюрный инструмент, но и более мобильный, что радует. Всегда можно взять с собой. Всегда можно взять с собой. Если спина не болит, всё хорошо. Грыжи нет. Надо тягать с собой. Баяном, да, немножко посложнее. Но, в принципе, все эти инструменты, они, так сказать, дети одного, как бы, музыкального лагеря, да? Инструменты родственники, да. Что баян, что гармония, гармония. Инна Николаевна, вот мы коснулись уже в первой части. Сразу же скажу, что в финале у нас даже будет фрагмент такого небольшого народного, скажем, выступления наших сегодняшних гостей. Послушаем фрагмент народной песни, так что дождитесь с финала. Но сейчас вопрос, в первой части вы коснулись вот этой гармонии, гармоники и так далее. Что это будет за новый у вас набор и кто туда, кого вы туда приглашаете? Что там будет? Что там будет? Да. Будет обучение по классу гармонии. Ну, у нас уже, на самом деле, есть ученики. Вот. Роман Александрович у нас работает недавно, только полтора года. Я, на самом деле, себе искала концертмейстеров в свой фольклорный ансамбль. Ну, вот Роман Александрович нашёлся, и, оказывается, он не только баянист, но и гармонист. Вот. У него закончена академия имени Гнесиных именно по классу гармонии. То есть и по лёгкому, как бы, мобильному, и по более сложному, как бы выяснили. Да, то есть он обучает детей в своём классе и гармонии, и баяну. Вот. Поэтому и мы сейчас, так как у нас первый год был, так сказать, пробный, а в этом году, с 15 апреля, мы будем целенаправленно набирать детей именно уже на класс гармонии. Ну вот, Роман, скажите, в чём разница-то, я имею в виду, сейчас уже не, скажем, в техническом, что ли, плане. Это что, заказ на некую народность сегодня? Чтобы вот народность... Все-таки у нас гармонь воспринимается, как такой уже гармошка, да? Мы же помним, то есть народный инструмент. Это такой запрос? Мы отстраняемся немножко от гарзиона богатого. Запрос больше сделать гармонь, наверное, более профессиональным инструментом, чем инструментом, который существует только в быту. Вывести его, так сказать, на большую цену. Вывести, да, на более профессиональный уровень. А вот вы как там? Уже есть трехступенчатая система образования и в школах, и в средних учебных заведениях, и в вузах преподают, но пока что не везде. Не везде в школах, не везде в вузах. И вы тоже решили, это сейчас... То есть это не везде, да, существует гармония? Нет, класс гармонии на самом деле редко, где есть преподаватели по гармонии, где редко в какой школе этот инструмент преподается. Но это вообще-то действительно народный инструмент. Я так понимаю, что он даже не везде в народных коллективах присутствует. Но на самом деле в народных коллективах все баянисты практически умеют играть и на гармонию. А почему тогда все-таки баян революбирует? Ну, потому что гармония, она считается действительно, как сказал Роман Александрович, более такой бытовой. Мобильное устройство. А почему бы не вынести именно гармонию? То есть технически тут тоже достаточно сложно. Тут ири... То есть... Моторика другая немножко, да, здесь? Здесь как, Роман, скажите. Наверное, да. Ну, как моторика, нет? Нет, моторика-то, наверное, одна. Ну, я моторику под пальцем. Я же вижу, когда пальцы бегают. Для меня любая моторика, что баян только идет сложная. Гармонь звонче, да, действительно. Гармонь звонче, она, да, ближе к народу, скажем так. И в каких-то моментах баян действительно проще. Особенно если речь идет про вокал, аккомпанемент вокалистам, то действительно легче взять, допустим, один баян, чем пять гармошек в разных тональностях. Просто каждая гармония в своей тональностях. Да, в своей тональностях. Если, допустим, пять песен разных тональностях, то это или пять гармошек, или один баян. Понятно. Поэтому в некоторых таких, да, баян все-таки... То есть гармошка все-таки... Ну, вот опять же, видите, слово у вас как красиво такого гармонь. Ну, ничего страшного и красивое название. Все-таки это мы пытаемся приблизиться к каким-то истокам, да. И я так понимаю, что если ребенок поступит на класс гармонии, потом у него возможно развитие уже дальше в направлении и баяна, и аккордеона, и каких-то других более уже. Мы параллельно стараемся развивать. На самом деле я вот тоже закончила по классу баяна музыкальную школу. Но, как мне сказал преподаватель Инна, кто умеет играть на баяне, по сути умеет играть на любом инструменте. И я сначала была удивлена, но на самом деле это так, потому что, играя на гармонии, аккордеоне, баяне, развивается гармонический слух. И посади меня сейчас... Я аккордеон держала в руках, наверное, лет 25. Но если мне сейчас дадут, я на нем сыграю. Также на гармонии. То есть там немножко, конечно, другой строй идет, но басы, то есть я быстро смогу это освоить. Как-то баян дает... Хорошо. Гармония дает очень большие возможности. Ну, поговорим сейчас о педагогической составляющей. Вот, Роман, понимаете, одно дело вы выпускник, Гнесенко, звучит все, вы умеете играть, другое дело надо не просто... Одно дело, ладно бы заставить играть, это еще полбеды, а сделать так, чтобы ребенок сам захотел, заиграл и так далее. У вас есть какие-то тайны, как вы умеете с ними договариваться? Потому что я иногда представляю... Ну, что-то у нас тоже были какие-то попытки. У нас даже в семье был где-то баян, я уж помню. Ну, как-то меня участь сия миновала. Но тем не менее, представляю худенького, несчастного, уставшего ребенка, который после школы сидит с гармонию и, значит, мучает ее. Ну, не поймешь, кто кого мучает. Ну, нет, ну, это не всегда так. Ну, в большинстве случаев проще один раз показать, чем уговаривать, допустим, один раз показать какую-то... Типа, а можешь так, да? А можешь так, допустим, какую-то или пьесу сыграть, или посмотреть, показать какую-то, допустим, запись, там, где какая-то пьеса, которая его зацепит. Что ребенка зацепит, да? Очень важно подобрать репертуар, который ему нравится самому. Я понял, что детям... Детей не заставишь играть то, что они не хотят. Ну, да. Намного легче просто найти то, что они хотят, они сами тогда садятся и играют. Ну, то есть они тогда становятся уже такими... Ну, им становится это интересно. Интересно, да. И артистами, и музыкантами. То есть они сами пытаются создать этот рисунок музыкальный. А, Инна, давайте тогда поговорим о вашем педагогическом коллективе, вот глобальном уже. Сколько вот у вас педагогов, как, где вы их находите? Потому что, еще раз говорю, музыкант – это замечательно, это хорошо. Но не каждый музыкант же может быть педагогом, тем более с детьми. Да, кстати, да. Ну, вот мне повезло, Роман Александрович смог. Ну, как бы к детям приспособиться, и дети к нему приспособились. Потому что есть, были у меня случаи, когда мы принимаем на работу суперкрутого музыканта, играет как бог, да, лауреат всевозможных конкурсов. Но педагогическое, да, вот какой-то вот этой вот изюминки, да, как, чтобы подстроиться под ребенка. Потому что это очень такой монотонный труд, можно сказать, да, вот приходить на каждом уроке вот эту гамму, десять раз показать одно и то же. То есть не каждый профессионал это выдерживает. И поэтому иногда бывает у нас, вот мы ищем, действительно, бывают и увольняются. Мы ищем таланты, да, педагогические. Да. Просто тут же еще, что важно, что, опять же, мы сталкиваемся с проблемой, то, о чем они не все понимают. А одно дело, когда ребенок сам хочет, чаще-то всего родители, да, приводят. Ну, бывает, да, просто родители привели. И как вот переключить ребенка, которого, ну, можно сказать, так, насильно привели в школу. Тяжело, тяжело с такими детьми, как у родителей. Чтобы ему понравилось. Да, я просто сам с этим сталкивался. И тут, конечно, таинство вот педагога и музыканта, и как вот вы правильно рано говорите, да. Уговариваем иногда, кто-то даже собирается бросать. Сам, сам решил пройти этот путь и что-то создать. Кстати, а вот такой вариант. Вы никогда не даете им какие-то задания, чтобы они, ну, когда уже научился более-менее, чтобы какую-то написать, там, музыку свою, что-нибудь сыграть? Роман Александрович сам пишет. Ну, написать музыку не даю задания. Бывает, даю задания что-то самостоятельно подобрать. Ага. И бывает что-то попробовать, какой-то другой тональности подобрать на гармонии. Ну, то есть вы с ними уже говорите на музыкальном языке. Не просто как, да, гаммы разучили, ля-ля-ля-ля-ля. Нет, конечно, нужен подход творческий. Бывает еще частенько, когда поступает, ну, приходит первый класс, который я не хочу, я не буду, мне не надо, надо родителям. Да, то, что я говорю, да. А потом смотрят на старших ребят, которые уже там где-то выступают на сцене, а если, о, я тоже так хочу, и начинается у них какой-то уже азарт, им хочется уже самим. Такое бывает. Инна, давайте напомним, кто может претендовать попасть вот в класс в апреле, да, вы набираете? Девчонки и мальчишки от семи лет. Да, какой вот от семи лет. А что для этого нужно, где-то записаться? Просто прийти к нам, да, с 15 апреля открывается запись на госуслугах, сейчас все через госуслуги, через электронные порталы, записать, отправить документы, заявку, то есть, да, позвонить нам, прийти на прослушивание, и, собственно говоря, с 1 сентября прийти уже обучаться. А что нужно для прослушивания, чтобы хоть что-то уловил? Вот, бывает же, другой вариант, ребенок хочет. Музыкальная способность. А на музыкальной способности обычно как бы проверяются. Чувствую ритм, память, слух. Ну, говорят, что все люди этим обладают, просто не все об этом знают. Обладают, просто не все, кто-то не развивает, да, у себя. Просто, да. Об инструменте хочу поговорить, потому что для каждого музыканта инструмент – это особая история. Вот мы и с Дарьей в первой части вспоминали ту нашу встречу, где она рассказывала, теперь она с инструментом подружилась. Вот ваш инструмент в данном случае, я у всех музыкантов это спрашиваю, у самых разных, и вилончелистов, и скрипачей, вы как с ним договариваетесь? Он бывает против вас? У него может быть плохое настроение? Или он всегда уже вторичен? Нет, плохое настроение у него не бывает. Основное, что нужно, мне кажется, помнить, это... То есть с улицы пришел, нужно немножко дать ему отдохнуть. Пускай он отдохнет, согреется, потом на нем играет. То есть бережливо отдохнуть. Да, более-менее стараться. То есть он на вашей стороне. Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, как вы понимаете, пришло время нам также напомнить, что, конечно же, гармония – это прежде всего, ну, ощущение накованородного инструмента для нас, да, безусловно. В начале этой второй части нашей сегодняшней встречи мы услышали, кстати, что это была за композиция. Это было мое произведение, недавно написал специально для гармонии. Называется «Веселое настроение». Вот, видите, веселое настроение, так вот веселое настроение у нас и продлилось всю нашу сегодняшнюю программу. Да, мы ждем также веселых мальчишек и девчонок обучаться. Которые тоже, может быть, потом и свою какую-то... И не только на гармонии, также и на фортепиано, на духовых инструментах. Кстати, вот мы в этом году еще будем набирать класс на игре на трубе, труба. То есть это может мальчишке постарше быть, там, с 10, с 9 лет. То есть приходите, мы вас ждем, потому что сейчас военный оркестр очень тоже позиционируется. Ну, и для легких хорошо. Для легких хорошо. И потом ребенок начинает сначала там на блокфлейте, может, на саксофоне параллельно, да, то есть... Ну, то есть есть варианты. Пробовать, да, вариантов очень много. Но вот сейчас мы тоже будем развивать трубу. Ну что ж, мы будем завершать. Завершать, как и обещали, красиво на музыкальной ноте. Сейчас у нас будет фрагмент хорошо всем вам известный. Поэтому представляю вам директор ДШИ номер 3 Инна Николаевна Соколова и Роман Исанч Мишин, педагог ДШИ номер 3. Ну и завершаем мы следующим музыкальным произведением. А можно еще в преддверии? Я тоже преподаю народный вокал. У меня отделение музыкальный фольклор. Поэтому тоже жду к себе детей. Ну, сейчас вот и увидим, как это делается. Давайте. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всем всего самого доброго и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин